Серия мероприятий, связанных с книгами «Критическая биография», выпускаемые издательством «Отман». По мотивам тех людей, которые посвящены эти книги. Сегодня у нас Ксер Томон, критик, покажет фильм «Дерека Жанна воображает тебя» и расскажет о его методе. Мероприятие называется «Кино в Малышевстве». Спасибо, здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что, мне кажется, важнее даже не то, что «Критическая биография», которая, в принципе, неплохая, но существует множество на английском языке. И, наверное, главная вегенция этой книжки показать, что с набрацией «Дерека Жанна», потому что в первую очередь песни как режиссер, вообще он начинал как художник и как театральный художник-постановщик, потому что потом он пришел в кино. И вообще его творчество очень тесно было связано с письмом, с политическими какими-то практиками. И он написал несколько книг, все из которых очень интересны. И вместе с его биографией вышла одна из его последних книг, которая называется «Хрома». Она посвящена цветам, и по ней, в общем, очень хорошо виден метод, литературный метод Джармана. Это такая смесь культурологических эссе, очень личных каких-то биографических заметок, поэзии в чистом виде, каких-то политических размышлений. И все это сплавлено очень плотно, и перетекает одно в другое. И на самом деле Джармана и писатель еще предстоит открыть русскоязычному читателю. Поэтому я считаю, что в апрексе рекомендую книгу «Хрома», хотя перевод очень неплохой, но местами чуть-чуть хромает, но тем не менее все-таки многое, большая часть там хорошо подведена, потому что текст сложный, и я в августе не буду. Вот, а я хотел сегодня, во-первых, показать фильм, которого нигде нет. Я его... Вообще-то один из наименее известных фильмов Джармана, потому что он был там репрессирован в отношении с остальными его картинами. И этот фильм снимал в 1984 году в Советском Союзе, в Москве, в Парконе. Да, вот. И, ну, я скажу о нем чуть подробнее, но, в общем, главное, мне кажется, это возможность посмотреть, потому что этот фильм, он небольшой, но он является поворотной точкой творчества Джармана именно в том, как он понимает политическую роль художника, в частности, режиссера, в современном мире, вырабатывает какие-то новые практики, и об этом мы сегодня поговорим. И в этом фильме они в концентрированном виде даны. Вот, мы это обсудим. И, собственно, без этого фильма не было бы возможно, мне кажется, лучшее произведение, на англо-прощайный взгляд, которое снят, в общем, тем же методом. Ну, я уже сказал, что Джармана был не только режиссером, и не сперва режиссером, и надо сказать, что вообще его судьба и биография очень характерны для послевоенной Англии. Он родился во время войны, в принципе, в, ну, не в ржуатной семье, но, в общем, в семье, которая относилась к среднему классу, его отец был военным, и детство свое он провел в частной школе, в частной школьной пенсионной, и в закрытой школе. И вы можете себе представить консервативную мораль и, ну, вообще, атмосферу этой школы, например, вспомнив картину Ив, Линца и Андерсона, там все это прекрасно показано. Это, в общем, достаточно репрессивная, консервативная среда. И, надо сказать, что, конечно, гомосексуальность Дорога Джармана, она была во многом определяющей и для его политической позиции, и для его творчества. И во многом, как бы, вот эта связка сексуальность и политики, она появляется как раз в вот этой закрытой школе, где Джарман постепенно открывает свою сексуальность, и тут же она оказывается в репрессированном виде, в своих, вот, уже сейчас не помню, не вспомнив, какой конкретно, из своих вот этих эсоциалистических, автобиографических книг он описывает первые какие-то опыты, движения, связанные с его как раз сексуальной ориентацией в детском возрасте. Ну, в общем, как бы это школа, это модель общества, да, и очень такая гипертрофированная, гиперкулизизированная английского общества послевоенного, во многом тоталитарного, особенно в отношении сексуальности и конселатином. И дальше, после этого, Джарман отправляется сначала по просьбе своего отца в Королевский колледж британский, где он получает культурологическое образование, которое ему, на самом деле, очень сильно помогло, и тоже повлияло на его творчество, потому что он часто отсылает или даже просто использует и тексты, и какие-то... В общем, обращается к культуре на прошло бесконечно. И, собственно, там он для себя открывает поэзию, и в первую очередь это поэзия любитников, но и не только. То есть вообще вот этот сплав романтической британской поэзии 19 века, в первую очередь, премию Блэйка, Блэйклэд был центральным персонажем, и битническая поэзия, современная поэзия, поэзия середины 20 века. Она характерна и для текстов, которые сопровождают фильм Джармана, и для его собственных текстов. И после этого он заканчивает школу искусств, собственно, занимается живописью и декорациями, и в кино он приходит именно как декоратор, он работал на фильме «Диаболы» и Кен Рассова. Ну, я не буду на этом подробно останавливаться, вы можете прочитать эту книжку, там все это расписано достаточно хорошо, как проходил этот путь, в чем была специфика его творчества. Ну, в общем, он был уже достаточно, как сказать, успешным художником, который работал преимущественно в театре и в опере, но и в кино в том числе. И Джарман после того, как он работает с Кен Рассова, он начинает открывать для себя восьминую метровую камеру и начинает дискрементировать. Начинает просто как какие-то отличные творческие практики, в которых он задействует своих ближайших друзей, снимает без сценария, просто изучает и следует как бы нащупывает возможности маленькой подвижной камеры, разные скорости съемки, работу со светом, с многократными экспозициями и в течение 70-х, начало 70-х годов он снимает достаточно большое количество митражек, в которых вот он работает с узкой пленкой, которая дает очень сильное зерно, работает с возможностями, даже иногда не просит больную экспозицию, а, например, заснятое изображение он проецирует на какие-то объекты или, допустим, на открытки с метрибскими утралитами, потом переснимает это. В общем, преимущественно он относится к гематографу как к алхимии, к химическому процессу, он очень интересуется в это время как бы в протяжении всей своей жизни, в общем-то, на самом деле, юнгом, проули и так далее. И да, для него как бы это соединение работы со светом материи. И с этим он экспериментирует, но постепенно, как и все общего режиссеры, перед ним открываются какие-то возможности, при нем открываются двери в большое кино, кино, снятое на сфиктивную камеру, с командой классической, со светом, с продюсером, вот, и он снимает несколько фильмов, причем первая его картина, Себастьяна, он уже открыто поднимает тему гомосексуальности, и что на тот момент было провокационно, но по общественным нормам как бы это не было чем-то недопустимым, и он делает несколько фильмов, он делает один из фильмов, который сейчас является, может быть, одним из знаковых, самых известных, фильм «Гюбилей», когда снятый в 76-м, по-моему, году, в общем, когда только банк приходит в Британию, он работает с этой частью современной культуры, в своем тоже странном ключе, совмещается с прошлым, и первая она как бы переносится в будущее, и видит распад современного мира, его деградацию, но, тем не менее, Джарман уходит от любого морализма, и, скорее, пытается выявить художественным образом какие-то противоречия, которые как бы окружают, противоречия сфетические, противоречия социальные, и, в общем, с этим работает. Но постепенно приходят консерваторы и Тэтчер, и на самом деле курс политически-социальный очень жестко меняется, и хотя Джарман уже мыслил о политике, постепенно становился публичной фигурой, который открыто говорил о своей ориентации, и через это говорил о проблемах социальных, только с приходом Тэтчер на самом деле когда начинается жесткий откат назад, ограничение свобод и нападки в прессе на все как бы излишне социалистическое, излишне либеральное, идет очень мощная антигомосексуальная кампания, нужно понимать, что вообще гомосексуальность, гомосексуализм, как говоря, медицинский термин, был деприминализирован в Британии только в 61-м году, то есть статью главголовно отменили только в 61-м году за это в Британии, и общественная дискуссия по этому поводу продолжалась, и с приходом Тэтчера выходит на новый виток со страниц газет публичных и просто прямо атакуют, наклевают грязью, предлагают кастрировать и так далее и тому прочее. И Джарман на самом деле в результате этих нападок застряет свою политическую позицию, участвует в различных открытых дебатах, и это в очередной, ну, тоже на новом витке заставляет его осознать сексуальность, сексуальное поле, как некий передний фронт политической борьбы, хотя в принципе Джарман конечно такой анархист, индивидуалист по своим склонностям, предпочтениям, интересам, но тем не менее в 80-м году он вступает в традиционную рабочую партию, если это не долго продолжалось, но тем не менее создает такие традиционные материалы, начинает переносить, рефиксировать свою социальную позицию через политическую оптику и особенно остро это все начинает происходить после того, как Джарман берется за фильм Караваджо, Караваджо в тот момент можно сказать открывает для широкой аудитории, до 70-х годов Караваджо был не столь знаменитым художником и открывается некоторые материалы его биографии и Джарман предлагает сняться фильм дорогой фильм с большим бюджетом и что естественно замывает под собой жесткий продюсерский контроль и только в 86-м году выйдет этот фильм то есть 8 лет по сути дела Джарман боролся с продюсерским гнетом 15 раз переписан сценарий 13 из них и самим и Джарман формулирует для себя аспекты кинопроизводства которые ему кажутся репрессивными и которые являются инструментами для контроля со стороны крупного капитала и сценарий для него и вообще слово которое является базой для норративного сюжетного классического кинематографа который снимается на большие деньги большими студиями и чаще всего оказывает зимнифицирование официальной идеологии правящей партии и вообще официального государственного курса в общем Джарман понимает что текст кино сценарий это первая стадия цензуры на самом деле первая стадия контроля и понимает что нужно от этого уходить потому что вообще непонятно кому на самом деле принадлежат эти слова что транслирует чьи идеи чьи интересы транслирует фильм который основан на классическом сценарии в общем для него как он проблематизирует эту вещь и вспоминает свои ранние кематографические практики с маленькой камерой и постепенно начинает двигаться в эту форму в эту сторону и очень хорошо на самом деле процесс тот изобретенный в конце 70-х начале 80-х тип кинематографа характеризовал Дидас Квинтон которая была с ним близка и много даже не больше снимала свой фильм это на самом деле и вообще второй момент важный сейчас скажу это установка на коллективную работу и попытка ну как-то пересобрать классные отношения внутри производства уйти от четкой иерархии третий важный момент это работа с близкими людьми и конечно работа без денег потому что когда ты впрягаешься в ну в какую-то продюсерский продюсерский способ производства то твой фильм уже не может быть независимым от тебя у продюсера появляется основание для того чтобы что-то требовать от этого фильма и поэтому Джармен полнось приведлива и считает что лучше снимать либо на свои собственные деньги либо пользоваться какими-то другими возможностями и сначала производить фильм а потом уже искать на него деньги и тогда у него будет больше контроля над тем что получится в результате и надо сказать что Джармен активно снимает клип и на самом деле он вообще известный клипмейкер для кого-то он более известен даже в начале 50-х как клипмейкер чем режиссер он снял от них самых известных на самом деле сейчас не буду по названиям но для Смит Скальшоп Бойс для многих он снимал клипы и причем клип это как раз тоже для него была такая территория малой формы где он мог как раз экспериментировать с какими-то ненарративными вещами с как бы с монтажом жестов с разными техниками съемки с опять же с совмещением допустим 8 мм с 35 мм и потом работы на монтаже на видео аппаратуре которая позволяет тоже разные манипуляции производить с фильмами и как бы кристаллизовываясь какие-то образы которые вырастают не из сюжета а вот из разных манипуляций с изображением но как бы не только конечно манипуляции ну и создание каких-то образов благодаря костюмам локациям интересным и так далее вот в общем если суммировать это отказ от сценария работа с близкими людьми и без денег работа с 8 мм что тоже как раз подразумевает финансовую независимость потому что это намного дешевле по сути от любительской камеры вот и при этом это камеры которые дают как бы особую фактуру изображения и да вот о чем я про клипы говорю потому что он снимал клипы и например фильм на Англию прощальный взгляд он был снят вот как раз в свободное время на локациях локациях съемки пипа в пэтшо-поис и по сути это была просто импровизация импровизация сначала визуальная в смысле киносъемка проходила в таком эволюционном ключе потом также записывались какие-то аудиодорожки которые идут в полном рассинхроне с заключением одной сцены в этом фильме да и только так он на самом деле не мог получиться фильм один из может быть самых открыто критикующих кричевизм и вообще социальное положение Британии 80-х и с продюсерским контролем он бы не смог выйти было еще общественное телевидение канал Channel 4 благодаря которому в итоге запустился Граваджо 8 лет спустя начала работы над этим проектом но и с общественным телевидением было все не так просто там тоже были свои сложности свои подводные камни свои требования со стороны инвесторов и так далее и так далее но тем не менее это все таки был какой-то относительно островок свободы и большую часть поздних фильмов Джарман делал при помощи общественного телевидения ну и я предлагаю перейти уже наверное к фильму который мы сейчас будем смотреть я не буду про него говорить много мне кажется интереснее будет обсудить после и обозначить какие-то самые главные вещи в общем это восемьдесят четвертый год что уже по-своему а не тратично команда британских экспериментальных независимых режиссеров отправляют в советский союз среди которых был например муж Глор Малви и режиссер Питер Волин была Салли Поттер и Джарман берет с собой свою любительскую 8-миллиметровую камеру снимает какую-то часть футиджа в Москве в кабинете Исенштейна так называемым это на самом деле не мемориальный кабинет он находится на Смоленке правда сейчас оттуда все увезли все теперь находится на ТНХ но в общем с шестьдесят седьмого года да перевезли значительную часть личного архива Исенштейна его библиотеку и в общем максимально создали там его его быт и это был музей Эсенштейна из которого потом вырос музей кино которым руководил Клейман и собственно в этом фильме который мы сегодня увидим там должен был даже он фигурировать были съемки с Клейманом но потом он попросил все таки вырезать их чтобы не представляться так как фильм на самом деле критичен и в первую очередь конечно филистически на либеральной британсской реальности но в том числе и Советский Союз тоже главная тема это как бы цензура способы контроля вот и что еще сказать вы видите там сцены снятые в Баку я думаю что вы поймете к чему относятся другая часть снята на видео в Британии ну про какие-то детали говорим после вот и саундтрек фильму написал Дженейс Пьориш вместе с Дэвидом Боумом Дженейс Пьориш это человек который художник музыкант который придумал индустриальную музыку тоже очень сильно инспирированный ритнической культурой такой контракультурный человек который много сотрудничал с Джарманом так же как и другу Койл и для которых Джарман снял очень много видео и скажу еще напоследок только на то что вокруг вот того фильма получасового который мы сегодня посмотрим было еще несколько картин как раз вот в которых Джарман отказывается уступительной масштабной постановки в пользу маленькой 8-миллиметровой камеры и информационной независимой работой с близкими людьми это часовой фильм анджелик аннерсейшн разговор с ангелами для которого музыкант написал это как сам Джарман говорил абсолютно георгианский по своей структуре фильм но при этом это ода гомосексуальной любви в которой с другой стороны Джарман пытается эти вопросы универсализировать тексты читают женские голосы Джуди Дэнч текст в основном смонтирован из разных шекспирских сонетов вот и на самом деле этот фильм несмотря на свою радикальную гомосексуальную направленность был в меньшей степени подвержен цензуре и как бы был лучше увиден и показан чем фильм который мы увидим сегодня воображая октябрь показали ну вот на течение жизни Джармана мне кажется один раз во всяком случае как бы документально я знаю только документирован только когда этот показ может быть еще несколько но в общем практически нет на лондонском кинофестивале он должен был быть показан в Берлине но в Берлинском кинофестивале оказался этой идеей вместо этого взял вот эту гомосексуальную картину Анжели Конверсейшн и был еще небольшой фрагмент в Альманахе Ария где разные режиссеры и так далее экранизировали разные арии делали небольшие снимали небольшие новеллы и в целом Альманах очень неудачная плохая критика поэтому собственно у работы Джармана в нем не так много написано но тем не менее вот его нагло нагло выше всех остальных именно потому что все режиссеры хотя ну как бы года понятно классика авангарда тем не менее то что они сделали выглядит достаточно консервативно потому что это такое немножко пыльное костюмное кино потому что это опера и так далее а вот Джарман полностью как раз отказался от этого в пользу какой-то чистой эстетики 8-миллиметровой пленки и такой как бы отпущенной свободной камеры и ну в общем его работа выглядит намного свободнее и свежее чем все что там есть вот и на самом деле вот эти картины как бы они шли вместе были сделаны в одно и то же время восемьдесят четвертый восемьдесят пятый год когда они были сняты сматированы и выпущены и собственно как бы после этого и отчасти благодаря как раз ну не благодаря а в результате вот той цензуры неожиданной которая подвергся в фильме Воображай Октябрь Джарман как-то немножко переформулировал и застрял на самом деле своей позиции и как-то выступил с более прямой и развернутой критикой британской политики того времени такой аллегорической но тем не менее все-таки достаточно открытый в фильме на открытый упрощенный взгляд который я вас всех призываю посмотреть если вы его никогда не видите фильм как вы видите достаточно простой он на самом деле сделан и смонтирован практически за месяц вот но и он выстроен структурой поэтической лицевой как можно видеть и в общем как раз здесь ушел от какого-либо нарратива но мне кажется что он интересен первую очередь тем что здесь он в достаточно сжатом виде формулирует нечто вроде своей собственной художественно-политической программы и так нужно объяснить одну вещь там были строчки про огненную плесницу и про переписывание истории дело в том что в 83-м может четвертом году вышел такой букбастер английский который назывался огненной плесницы что отсылает к поэме Блейка и собственно потом и это была такая патриотическая спортивная драма типа движение вверх и там играл актер который до этого снялся Джарманом в юбилее и под давлением продюсера это был такой очень приятельный продюсер Бэтнам была его фамилия он заставил актера того во всех пресс-конференциях в публичных заявлениях соврать и сказать что это его дебют хотя на самом деле он дебютирует фильм Джармана и для него это был такой яркий пример из личной практики так сказать из личной жизни Джармана того как легко переписывается история силами рекламных каких-то институтов в угоду капитала и надо сказать еще что Джарман с интересом наблюдал и всячески высказывался на тему союза братьев Саачи которые поддерживали Тэтчер и использовали свои рекламные инструменты для поддержки как бы линии правительства и для Джармана как бы это связка искусства капитала и партии власти и политики власти была очень важна и вот он это рефлексировал и то что вы видели это как бы то что он для себя выработал то есть это как бы не не революционные призывы но такая как бы программа эмансипации которая обращает внимание на то что борьба как бы первая ее фронт это твое собственное тело а второе как бы твоя профессиональная деятельность в данном случае деятельность художника который ну как бы должен осознать себя внутри политической ситуации и это рефлексировать как бы свою практику вот и Джангл любил ну часто использовал формулировку что искусство это воровство подразумевая не то что как бы это воровство истории искусства а то что искусство это воровство жизни и и говорю о том что задача художника в том чтобы как бы пере как бы переосознать себя как художника и вернуть как бы творчество в жизнь да ну как бы на том поле на котором ему это доступно и собственно вот такую он в такой установке он следовал вот таким образом как я описывал вначале работая с условия как бы максимально доступной независимости финансовой экономической работая с близкими людьми старались и кстати вот здесь вот эта тема кстати классная позиция художника и вообще фетишизации присущей искусству как бы она тоже здесь присутствует в фильме не знаю насколько это акцентировано но собственно это финальная часть с художником где мы видим сначала мы видим военную кстати форму как бы она это британская форма военная но без отличительных обознавательных знаков которые напоминают как бы советскую форму на самом деле того времени времен афганской войны и вообще как бы эту симметрию некоторую да цензурных прегрессивных механизмов ну как бы так Джарман это видел западных да цензуры капитала и как бы идеологических самых цензур когда проявляется то что Эйзенштейн своей рукой вымарывает фамилию Троцкого из книги Джона Рида и как бы есть эта симметрия образов этих молодых людей которых мы видим сначала в форме потом одного из них без формы да как бы это приближение к такой ну как бы внеидеологической телесной какой-то коммуникации да но потом камера отъезжает и мы видим фигуру ну как бы фигуру власти да там их военачальник который стоит там и потом Джарман снимает оставляет вот эти кадры того как модели как бы переодеваются одеваются в обычную одежду тем самым как бы акцентируя внимание на своей как бы собственно властной позиции да позиции режиссера который как бы этих людей все модели приглашают да они как бы что-то выполняют и тем самым как бы это тоже прогнозируют и в принципе он вообще предпочитал работать как бы с очень близкими близкими людьми как бы в процессе сотворчества и все время пытался как-то вот в свою вышаткнуть как бы свою классную позицию попробовать встать на какую-то другую на уровне практики своей художественной работ может какие-то репети в Италии вопросы может быть что-ли а у вас нет ощущения что я просто не все фильмы реально смотрела что у него больше внимания не к изображению а к звуку здесь очень тоже на мой взгляд музыка гораздо более чем само изображение ну они работают вместе конечно ну работают вместе конечно но тут для него как бы важно что нет конечно музыка окрашивает очень сильно эмоциональное изображение это понятно но еще более сильно окрашивает смысловое изображение текста а вот и здесь он если использует то как бы визуально вот но в своих фильмах он конечно тоже использует но он использует как бы поэтические какие-то тексты которые как бы они не не комментируют напрямую что мы видим на экране а как бы создают еще один пласт какой-то параллельный который как бы заряжает смыслом то есть как бы он не управляет нашим восприятием настолько сильно ну как раз вот в этих своих маленьких фильмах он старался так делать но на самом деле и вот Караваджо например ну как он потом сам писал что ну как бы конечно это большой студийный фильм и который кстати говоря принес ему как бы большую известность и дал ему возможность как бы одну из центральных как бы таких публичных фигур представителей художественного мира Британии восьмидесятых годов который как бы мог там часто приглашали на телевидение он выступал написал статьи в ответ зачастую на жесткую исследовательную критику в свой адрес или в адрес более широкого уровня художника дарил ему возможность как бы использоваться этой площадкой для каких-то политических заявлений вот но там он тоже пытался подработать с так называемым кино малых жестов то есть внутри как бы нарративные структуры ну как бы внутри каких-то пауз работать с какими-то как бы в том числе непроизвольными вещами блеск глаз какого-то как бы второстепенного жеста на котором он акцентировался ну и так далее в общем что-то, что как бы немножко разбивало бы вот эту вот жесткую нарративную структуру и во всяком случае придавало бы ей какую-то дополнительную армию да, Тильда Смиттон хорошо описал это назвал это то тематограф джану но то индустриального и в этом действительно есть конечно такой как-то ремесленный цеховой принцип труда вот но я как сказать не хочу не хочу как бы ставить джармана на пьедестал мао говорить что сверх прогрессивная программа у нее есть конечно свои творечья внутренние в первую очередь мне кажется его индивидуализм но тем не менее мне кажется что это интересный пример вообще как бы о джармане о политическом режиссере у нас говорят мало хотел как бы есть политические фильмы в основном как раз он подвергается такой фетишизацией они говорят как художники и рассматривают это исключительно эстетически хотя для него как бы эстетика политика сексуальность как бы это были вещи неотделимые друг от друга и ну вот как бы это просто один из примеров того как человек внутри своего творчества пытается реагировать как бы на критические миры которые его окружают это конечно не единственный путь но тем не менее интересные недостойные внимания мне кажется да то есть для него главный способ борьбы с критикой который на него налагается это говорить об этом больше и своим искусом показывать что нужно критиковать на все то есть это и есть для него способ принудительского судей ну нет как бы то что его заявления его заявления как личные фигуры как бы они существуют на самом деле отдельно от творчества то есть это ну это как бы еще один тоже форма борьбы но в первую очередь ну дело не в критике просто а в том что ну как инструменты контроля находятся в чужих руках как бы они репрессивны контроли как-то над ну над кинопроизводством кто тебе дает денег как тебе говорят как бы что ты можешь что ты не можешь дальше прижать с этими деньгами эти сценарии нужно переписать и так далее и так далее ну как бы не только это касается да ну в первую очередь труд в его случае кинопроизводство но мы как бы не только типа атаки ну биополитику да то есть контроль как бы сексуальность ну в общем тот мир вокруг он он контролирует как бы разными инструментами как бы у него есть контроль ну то есть у капитала как бы и в данном случае капитала с государством как бы они связаны и он предлагает как бы сопротивление на уровне личной практики в первую очередь которая как бы уже постфактум ну как бы следующей стадии является уже защитой ее там в текстах в газетах статьях в выступлениях по телевидению и так далее но в первую очередь конечно это практика именно это как бы то есть когда художник не просто создает объект для наслаждения и продажи а создает как бы некоторую территорию альтернативных отношений между людьми которые как бы вместе что-то делают и собственно как бы вот продукт их совместного коллективного труда он как бы себе должен содержать ну то есть как бы следы вот этой как бы альтернативной практики и ну как бы это и есть возвращение в жизнь ну как бы а дальше люди которые смотрят это они может как на них это производит какой-то эффект да они понимают что допустим ну как можно там не только снимать то есть там вторичный фильм просто вот еще что-нибудь ну грубо говоря а что нужно взять маленькую камеру и пойти как бы вместе с близкими как бы со своими и как бы включиться как бы ну и создать свой процесс художества есть какие-то вообще а окей у вас там была в титрах линия вообще это вообще не зацелит Пьорича и насколько я знаю они тесно сотрудничали с Дериком Джарманом и Тробин Гристон они тоже примерно был такой как бы ты сопоставил то что делал Пьорич то что делал Дерик Джарман именно в контексте социальных взаимоотношений и их отношению к капиталу и искусству ну это близко ну это близко к политическому спектре это как бы эльфрианский какой-то мистифицированный как бы они интересовались еще мистикой всякие разные как бы тоже Пьорич тоже как бы так немножко алхимически рассматривает как бы свое творчество вот но не как бы другие были просто практики именно творческие у Пьорича и вначале более ну они же занимаются то, как они стали заниматься музыкой они вместе с они там делали перформансы интервенции как бы ну акции акционизм выставками разными то есть они пытались спровоцировать как бы спровоцировать общество как бы ему чтобы обозначить его какие-то мотивативные установки ну то есть через шок эффект и в музыке во многом тоже но мне кажется это отдельная тема для разговора но в целом мне кажется это ну как бы это близко поэтому они тесно связаны работали вместе и музыка часто есть в фильмах Джармана и Джармана есть фильм собственно такая зарисовка с концерта Кровин Грисовым вот есть у него еще фильм с Берроузом который он тоже очень любил и который собственно привез как раз Пиорич для которого Берроуз тоже был очень важной фигурой ответить а что за фильм называется Pirate of Tate по-моему да там скучит социкленный текст несколько строк из одного из текстов Берроуза и собственно он снимает ручки сдалека тоже на 8-мм камеру с большей скоростью вот собственно все ничего такого не знаю ну не знаю ну да сопротивление на уровне собственно жизни да я хотела спросить про Баку ну понятно почему там был собственно клеймон который он убрал как художник и так далее он был как раз на этой сцене вот вот эти вот вставки с Баку и понятно почему он Россию с Англией уравнял убрав погону убрав знаки от леща и поставив на этих военных русскую письме хлеб водка но непонятно вот эти вставки с Баку написал что-то про это ну ну я вот не сказал но для Джармана он садовник и кстати Дэвид Чаус который эту этическую биографию написал он тоже садовник очень смешно мы первые глава там и ну Джармана как бы доминентный сад его можно видеть в фильме собственно сад Джармана и некоторых других и как бы образ сада он для него один центральный как он качественный фильм конечно это как бы образ такого утраченного рая как бы детства и так далее но в общем что-то что противопоставлено как бы вот этой туристической как бы индустриальной и постиндустриальной реальности и здесь как бы есть тоже вот это поставление причем как бы на самом деле есть такие тонкие вещи которые ну как бы не сразу очевидны например с архитектурой да то есть он снимает сталинский ампир и который является социалистическим парообразом архитектуры архитектуры как бы уже развитого индустриального капитализма вот и но этому он противопоставляет сцены сбоку которые он говорит что ему это напоминает то есть для него конечно социалистическое быт во всяком случае выглядит в большей степени свободным что ли чем как бы жизнь в его собственной стране в Великобритании то есть там капитал как бы проникает во все сферы человеческой жизни здесь есть жесткая как бы протекали идеологическая тоже как бы репрессивная вот но есть ну как бы есть вот жизнь людей которых он там снимает деревья простые как бы человеческие жесты дети собака ну то есть такое как бы тоже островок свободы внутри вот но и как бы здесь тоже образ сада в парку который на этом отец в титрах значилось имя Петра Дойга это его его картина его картина его картина но художника играет другой актер потому что мне кажется он неизвестенный на таком да картина его при этом на самом деле странно потому что сама живопись она как бы напоминает немножко поржу какому-то ну суровый стиль немножко который противоречит да да Павков ну ну да если его картина он работал выше кровати 86 а работал над ним 78 то есть как бы сами съемки проходили сразу после вот но все вот эти подготовительные дела это все как-то длинные со светом как он показывает на самом деле там и тематически как бы тоже похоже потому что в Караваше как бы тоже есть эта тема отношения художника с как бы срождающимся капитализмом который как бы подчиняет себе творческую энергию то есть как бы он тоже есть политический да да по поводу как раз социальной стороны да просто для него как-то политический важно когда по Весенштейну я не знаю как бы это проект социалистического общества как андрогенистического общества на котором бисексуальность является таким предикарным общим андрогенистическим и вот Джармана можно представить какие-то моменты ну я не готов к конкрет это человек конечно да есть например я приводил пример из этого фильма что читает то есть это все комосексуальную любовь мы как видим тут мужские тела на экране но при этом текст читает женщина вот и то есть универсализация но вообще я имею в виду Блейк для него был важной фигурой а Блейк сейчас уже кстати раньше его часто рассматривали с этих позиций из-за решения сексуальную свободу как бы первого 19 века как бы борьба с исключением брака с ну как бы с разными в общем инсилативными моральными типами Блейк это тоже была важная тема например сексуальная эминципация вот но при этом Блейк был как бы и политическим на самом деле поэтом который как бы критиковал имперскую политику на самом деле и в этом смысле как бы Джарман важный предшественник поэт очень нравится чьи поэзии как бы политический царят но и тоже мистик и ну как бы да мне кажется сексуальная мотивация важная но мне кажется что Джарман он не то что у него есть какой-то проект просто он как бы то что он акцентировал там в своих текстах наступление это то что материалом художника должен быть его собственный опыт и как бы ну то есть это его опыт и ну как бы это опыт политических срезков который как бы он работает вот и при этом тоже в этой частной школе как бы там сплевоз поэтина на самом деле как бы то есть он для себя там впервые как осознал существование ну классовую структуру общества потому что делится на классы потому что там там были представители определенного класса а если там были представители других классов то как бы ну между ними как бы были конфликты ну то есть как бы было у учеников вот частных школ этих было классовое самосознание которое как бы он видел осознал и как бы ну там притиковал и при этом это сексуальность репрессированная сексуальность то есть как бы эти вещи то есть опять же политика сексуальная и как бы репрессивная структура вот они как бы у него тоже слились и в общем это начало как бы связаться с этим с этой связкой вот ну так я думаю что ну и кстати фильм Блюл это своего рода как бы кульминация как раз его вот этой программы как бы по освобождению кинематографа от репрессии над зрителем потому что вы знаете последний фильм который он сделал уже будучи слепым почти совсем хотя на самом деле он еще и до слепоты собирался сделать такой фильм который как бы есть такой синий экран вот и есть звук музыка как раз плыла опять и и за которую текст вот и при этом там описывается ну то есть за счет звука создаются такие ситуации звуковые которые там могут погрузиться если они провоцируют поображение вот то есть есть фильм вот просто отсутствие изображения включает поображение зрителя ну собственно это почти текст книжки хрома почти целиком вошел в фильм с минимальными ну там некоторые синий цвет да 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 ну ладно наверное заканчиваем спасибо аплодисменты спасибо